Участок шпекинского радиоспортсмена в селе Безлюдовка видно издалека. Он усеян многометровыми металлическими мачтами, которые позволяют установить связь с самыми отдаленными уголками планеты. Как ни парадоксально, такая мощная техника имеет чрезвычайно низкий уровень излучения на фоне тех же сотовых вышек, а потому совершенно безопасно для человека. Александр Гончаров трехкратный чемпион мира по радиоспорту. Его позывной знают на каждом континенте. Но сегодня в рамках радиомарафона к 9 мая его команда выходит на связь под праздничным позывным «Радио Победа 76 Белгород». Радио Победа 76 Белгород. За время марафона мы обычно устанавливаем порядка пяти тысяч связей. То есть пяти тысяч корреспондентов связываются с нами и они будут понимать, что это за позывной, откуда он и для чего. Работать под таким позывным – большая честь. В преддверии 9 мая он присваивается союзом радиолюбителей, самым опытным командам, которые представляют города-герои, а также города трудовой и воинской славы. А другие радиолюбители за связь, установленную со станцией с праздничным позывным, получают очки, необходимые для выполнения зачета. За первые несколько дней марафона нашей команде передали привет более чем из сотни стран. «Европа очень активно принимает участие в этом марафоне. Интересно то, что немцы практически активнее всех. Кто на хорошем русском, но это, я так думаю, что это переселенцы, кто на ломаном русском. И поздравляю с победой». Марафон ко дню победы проходит со 2 по 9 мая. И это не соревнование. Дань памяти защитникам Отечества. «Здесь мы работаем для удовольствия. Мы отдаем дань просто. Это чувство каждого из нас. Так должно быть. По крайней мере, я так считаю». Наш регион занимает 8 место в России по количеству радиоспортсменов. В Белгородской области их только официально зарегистрировано более тысячи. Уже в июне они соберутся на радиолюбительском фестивале в Волоконовском районе, где посоревнуются в технических навыках. Глеб Дудкин, Алексей Зимин. Такой день на Мире Белогория.